Здравствуйте! Знаете, чего я заметил? Люди, которые часто путешествуют, открывают для себя новые страны, новые горизонты, новые народы, культуру. Они, как правило, люди сами по себе неплохие. Есть, конечно же, исключения, но в целом положительных черт в них куда больше, чем отрицательных. Мне думается, это из-за того, что планета со всем своим живым и неживым содержимым настолько влюбляет в себя человека, что путешественник другим быть не может. Я говорю именно о путешественниках, а не отдыхающих. Это разные вещи. И, как мне кажется, путешественники и тревел-блогеры модные нынче направления должны быть освобождены от маразмов в политике. И, возможно, так бы все и было, если бы не сумасброды, политические диктаторы и прочие всякие явления, от которых когда-нибудь, я уверен, человечество избавится и заживет полной грудью. Мы все помним дело Лапшина, затем скандал с этим Владом Магой, по-моему, парнем. Хочу сказать, что своими действиями турецкая марионетка за Кавказь и Азербайджан лишь создает новые имена, доселе никому неизвестные. Массам, во всяком случае. Ну, хоть на то спасибо. И вот дело дошло и вовсе до молодого блогера, у которого подписчиков-то, может, совсем немного. Там, по-моему, около 10 тысяч. Сергей Васильев его зовут. Арцах-то много кто приезжает, и туристы, и путешественники. Но Сергея бы я назвал первым трейвел-блогером, который посетил Арцах после войны. Рассказал в блогах об Армении, об Арцахе. И тут началось. Азербайджанские СМИ, присущие естественной им манере, решили перемыть парню кости. А азербайджанские комментаторы, уж присущие им уже манере, стали называть его тем, кем они обычно видят мужчин перед собой. Чем сделали минус, как обычно, только себе. Ну что ж, я пригласил сегодня на канал Антитопор Сергея Васильева, трейвел-блогера. Поговорим, обсудим. Добрый вечер, Сергей. Привет, Вадим. Я знаю, что ты сейчас уже в другой стране. Как тебе вообще Армения, страна, люди, природа? Что в целом ты вынес из страны? Какие эмоции? Слушай, ну, когда я ехал в Армению, у меня вообще не было никаких ожиданий такой страны. И, к счастью, я испытал супер положительные эмоции. Вот, мне прям понравилось. Были у меня страны, которые мне очень сильно пиарили. Я туда хотел поехать, в итоге я приезжал и как бы разогревался. В Армении мне понравилось гостеприимство людей, понравилась природа. Вот, мне понравилось то, что там все рядом. Буквально до любого места можно в течение дня доехать. Ну, страна маленькая. Страна маленькая. Да. И, при том, что страна такая маленькая, есть разнообразие климата. Грубо говоря, в Ереване ты сидишь там 42 градуса. Тебе жарко, да? Ты взял на Севан, поехал. Все, 23 градуса. Отдыхаешь, все классно. В этом плане мне прям очень понравилось. Также мне понравилось, как меня понимали люди. И, ну, это меня впечатлило реально. Потому что люди незнакомые. Вот, на, держи чай, кофе, все что угодно. Приходи, чем-то может еще помочь. Ну, вот это вот очень подкупило, так скажем. Сергей, ты побывал, да, ты побывал также и в Арцахе, известный также в качестве Нагорного Карабаха. Каковы впечатления от увиденного? Ну, вообще, если не приглядываться, да, если не знать истории, куда ты вдруг попал, то, ну, кажется обычным местом, где живут просто люди. Вот. Но когда начинаешь узнавать о том, что происходило, слушать их истории, то как-то, ну, совсем не просто становится. Вот. В целом, мне в Арцахе понравилось. Карабах вообще красивое место. Прям вот эти вот горы, вот они просто, это вот был небом на Алтае. Вот. Но это что-то похожее на Алтае, только чуть-чуть еще помасштабнее, что ли. В плане природы Нагорный Карабах прям супер. Вот. Я ни разу не жалею то, что я это увидел. Ну, вот, своими глазами. Ну, ты бы рекомендовал бы другим тоже приезжать в Арцах? Слушай, такой вопрос, знаешь, он неоднозначный. С одной стороны, да, с другой стороны, нет. Почему да и нет? Ну, да, потому что это интересное место, красивая природа, люди отзывчивые. Почему бы и нет? Но нет, потому что, ну, могут быть проблемы в связи с посещением Нагорного Карабаха. По крайней мере, сейчас. Ну, ты все-таки как-то проехал. Кстати, как ты попал в Арцах? Вот. Расскажи о своем опыте. Смотри, про Карабах я узнал, не знаю, лет пять назад. Вот. И как-то позабыл. Но когда вот я приехал в Армению, то мне люди начали говорить то, что вот, Карабах там. И, ну, а я спрашиваю, а там красиво, там что вообще? Говорят то, что да, красиво. Типа, самое красивое место, ну, именно, получается, на всей этой территории. Я такой, ну, интересно. И начал у людей просто спрашивать, задавать вопросы, а как туда попасть? Ну, можно ли русским туда? Как бы была же война вроде, как она закончилась. Значит, наверное, можно уже. Почитал. Понимаете, то, что там подписали вот этот вот договор о прекращении огня, да, или как оно правильно называется. Вот. И то, что часть, получается, территорий были отданы Азербайджану, а часть вот на них разместили миротворческие российские войска, и там продолжают жить Армения. Вот. Я узнал то, что с разрешения России можно попасть на Крабах. Вот. И я решил попробовать, поехать, узнать, как бы, пускают, не пускают. Уже именно на границе. Я всегда так делаю. Я приезжаю именно на границу, и там узнаю, что, ну, что мне говорят, как бы, можно, еду, нельзя. Ну, окей, типа, значит, не сроковую. Ну, раз ты посетил, значит, все-таки тебе разрешили. Да, я приехал, вот, записали мои данные, я написал, с какой целью я еду, то, что я хочу посмотреть, какие места я хочу посмотреть. Все четко записал. Сказали, все, окей, выдали такую бумажку. Там, по-моему, если не ошибаюсь, на русском и на армянском было написано. Ну, впрочем... Все эти данные куда-то еще передали, получается, там, позвонили. Там очень долго ребята, миротворцы, они общались, созванивались, точно ли важно пропустить. Вот, согласования там какие-то проходили, я не знаю, наверное, минут 20, может, 30. И после вот этого вот уже согласования сказали то, что все. Ну, и все, как бы, я понял. Ну, впрочем, ты сейчас сам же и ответил на мой вопрос, когда ты сказал и да, и нет. Соответственно, нет можно убирать, потому что все, кто хочет приехать в Ворцах, могут поступить точно так же, как и ты. Обратиться, значит, в этот миротворческий контингент, их спокойно пропускают, и они проезжают. То есть это по праву вполне возможно, и никто никакие границы не нарушает. Теперь ты понимаешь. Я реально не знаю. Ну, вот, я считаю то, что да, то, что, ну, я въехал, разрешение, войск, которые там размещены, чтобы контролировать людей, да, это разрешение я получил, я проехал. Все. Никаких проблем. Так что добро пожаловать в Ворцах всем желающим. И до тебя многие туда ездили все эти последние 30 лет. Я сам был свидетелем очень много. Ворцах был таким довольно-таки популярным направлением среди россиян. И если брать дальние зарубежья, я это давно заметил, почему-то до сих пор не нашел ответ. Он был популярным направлением особенно у поляков и у японцев. Я до сих пор не знаю ответ, почему именно поляки и японцы. Потому что каждый раз, когда я приезжал в Ворцах, либо у меня попутчики попадались поляки и японцы, либо же я их на месте уже встречал в том же Степанакерте. Сергей, скажи, ты молодой блогер, едва привыкший еще к хейтерам. Как воспринял всю эту грязь и ругань свой адрес от азербайджанцев? Вообще, когда начались первые комментарии, то как-то я к ним даже серьезно не относился. Потому что они как-то спонтанно возникли. И в таком количестве, что я просто даже не успевал их читать. Потом я начал все-таки всматриваться, типа, что же там пишут. Начал увидеть то, что там куча дизлайков. У меня комментарии. В какой-то момент до 4 тысяч доходили комментарии. И потом я обновляю и смотрю полторы тысячи. Ютуб их просто списывает. Очень много комментариев было там, где мне кто-то угрожает, там, где угрожает моей семье, там, где еще что-то. Много всего. То, что ты там должен быть в наручниках, в тюрьме. Встретимся в Баку, там, бутылка по тебе плачет. Все в таком роде. Большинство из этих комментариев, они, ну, там в Ютубе уведомления приходят, да. Ты можешь там их прочитать. Но когда ты уже хочешь посмотреть, что там дальше, то ты нажимаешь, там написано, что данный комментарий был удален. Вот. Ну, пишут там, то, что мы тебя в России найдем, то, что мы тебя в Турции найдем. Если ты вернешься, мы тебя найдем. И вот это, вот это, вот это. Ну, как обычно, да, как обычно. Бодлятство свое они показывают очень часто. И не только тебе. Поэтому это очень хорошо, что ты воспринял все эти слова. Нормально воспринял. Просто знаешь, в чем проблема? В том, что мое существование сейчас, оно целиком зависит от того, где я нахожусь и насколько я показываю, как я, где я нахожусь. И из-за вот этого всего я не могу сейчас в данный момент показывать, где я, что я, потому что, вот, грубо говоря, я буду идти, два часа трансляцию вести, и за эти два часа они могут подойти, реально голову проломить. Я тебе одну такую вещь скажу. Здесь есть такие еще плюсы. Во-первых, ты для себя уяснил, кто есть армяне и кто есть азербайджанцы. С кем вообще армянская сторона имеет дело? С хамами, головорезами и прочими неадекватными людьми. Это сейчас говоришь не ты, это говорю я. И второе, и второе, что я тебе хочу сказать, это тоже говорю я, это говоришь не ты. То есть в России живет, по-моему, если я не ошибаюсь, три миллиона азербайджанцев. Вот пусть они подумают о своих соотечественниках, проживающих на территории твоей страны. Они даже не то, что проживают на территории твоей страны. Ты русский, из России. Они здесь по большей части работают, имея гражданство азербайджанское. Так что вот пусть они работают в своих базарах и меньше базарят. А ты как был путешественником, таким и останешься. Поздравляю тебя с тем, что ты первый трейвел-блогер, который сделал сюжет из Арцаха. Вот в чем-то ты видишь уже первый. Так что я думаю, у тебя все получится в дальнейших твоих похождениях и все у тебя будет хорошо. Кстати, в скольких странах ты уже побывал? Слушай, я на самом деле не считаю. Вообще. Есть такой тренд. Все, знаешь, в инстаграме пишут, там был в стольких странах. Я просто не считаю. Не знаю. Может, кто-то может посчитать из-за меня. Подожди. Подожди. Но можно со счета сбиться, когда ты уже там около ста или после ста. Я просто настолько мало посетил, что я принципиально не считаю. Ну, я понимаю, что ты только начинающий. Ну, приблизительно сколько? 20, 30, 15? Да, поменьше. 15, наверное. 15. Ну, я смотрю, ты начал издалека. Ты уже и в ЮАР побывал, да? Ну, сейчас же у нас пандемия, да, и тут выбирать особо не приходится. Ездишь в открытые страны. Да, да. Просто я, когда поехал вообще в ЮАР, в Африку, я изначально думал, что Африка – это будет, не знаю, ну, сотые страны, наверное, в моих путешествиях. Уже когда я там какую-нибудь кругосветку сделаю, и потом уже можно в Африку. Но в итоге получилось то, что это не из первых стран. Ну, смотри, у меня когда спрашиваю… Кстати говоря, я никогда не бывал на Украине, я никогда не бывал в Белоруссии, и многие удивляются, что ты бывал в десятках странах, и не был то, что здесь под носом, да, Украина, Белоруссия и прочее. Я всегда отвечаю, что нужно начинать издалека, пока ты ходишь, пока ты мыслишь, пока ты можешь себе позволить полететь куда-нибудь подальше, почему бы не улететь дальше. А вот я говорю, как постарею, уже и средств особо не будет, и ноги будут болеть, тогда можно хоть пешком до Украины дойти. А пока молодой, здоровый, можно и далеко полететь. Скажи, Сергей, такой вопрос. А сильно ли ты расстроишься, если не побываешь в Азербайджане? Блин, ну, как тревел-блогеру, как человеку, которому хочется поехать везде, и все, ну, неприятно. Неприятно то, что просто из-за того, что ты хочешь куда-то поехать, что-то посмотреть, то перед тобой могут закрыться какие-то другие двери, и как бы странно осознавать это в 2021 году. Ну, к сожалению, есть такие страны, да. Если там так не хотят меня видеть, то, видимо, не поеду. Ты знаешь, даже в те времена, вот все эти последние 30 лет, многие путешественники, и ты, наверное, об этом уже слышал, те, которые хотят побывать в трех закавказских республиках, в Грузии, Армении, Азербайджане, они обычно делали так. Они сначала заезжали в Азербайджан, потом в Грузию, потом в Армению. Но ни в коем случае не наоборот. Там, скажем, в Армению, Грузию, Азербайджан. Потому что у них постоянно, у путешественников были проблемы на границе из-за армянской печати. Их долго очень там мутосили, допрашивали, расспрашивали, а что вы делали в Армении и прочее. Тогда как с азербайджанской печатью люди спокойно въезжали. Независимо от национальности. Те же даже азербайджанцы, допустим, их соотечественники, проживающие в Иране или в Грузии, или в России, они спокойно приезжали в Армению. И у меня даже был такой разговор. Я как-то жил в одном отеле в Ереване с азербайджанцами из Ирана, которые мне рассказывали, что они бывают и в Азербайджане, и в Армении. И я у них спросил, я говорю, а у вас бывали проблемы с армянской печатью? Говорят, да, несколько раз было такое. Однажды даже до скандала, до рукоприкладства чуть не дошло, потому что я приехал в Азербайджан с женой, с детьми. А это такой уже взрослый довольно-таки человек был. И на границе Азербайджана и Ирана, где-то там в Астаре, по-моему, он говорил, их очень долго держали, часов пять. И начали ему политические нотации читать. Вот армяне, они там устроили Ходжалинский геноцид, столько там всего убили, а как вам не стыдно, вы ездите в Армению. Этот человек был абсолютно аполитичен, он был не гражданином Азербайджана, не гражданином Армении. Он жил, родился, вырос как бы в Иране. И вот такие нотации. И вот он рассказывает, там было чуть ли не до рукоприкладства, но все-таки их пустили. Поэтому это довольно-таки известная тема, как относились армяне всегда к пребывающим тем же азербайджанцам. И наоборот. Также я приглашал одного своего приятеля, азербайджанца по национальности. Он живет на Алтае. Он очень хотел посетить Армению. Потому что, говорит, ну, столько гадостей я наслышался, да, из наших СМИ. И хотелось бы посетить. Я говорю, а какие проблемы? Давай я даже этого устрою, вместе полетим. Я вот такого-то месяца собираюсь ехать в Армению. На что он мне отвечает? Причем уважуха ему. Он сказал мне честно, Вадим, я бы с удовольствием. И мне плевать, что там, значит, скажут кто-то там другие, да, из моих соотечественников. Дело не в том, что я боюсь в Армению ехать, что я азербайджанец. Я понимаю, что меня там не тронут. Я знаю опыт других азербайджанцев, которые в Армению приезжали. Проблема говорит в том, что у меня много родственников в Азербайджане, и рано или поздно мне надо будет их навестить. То есть мне надо будет приехать в Азербайджан. И тогда, говорит, у меня могут быть проблемы с КГБ уже азербайджанскими. То есть представь себе, они боялись не столько армян, которые могут не впустить, да, или побить, скажем, азербайджанца в Армении, а сколько боялись своих же властей. Вот до чего их политика довела. Вот до чего вообще диктатуру доводит. И не только азербайджанские. Я тебе могу сказать и о диктаторах других стран, из-за которых многие блогеры пострадали, да. Но дело в том, что сейчас речь не о них. И потом ты начинающий. Ты, возможно, будешь в странах этих диктатур. И пока мы их трогать, естественно, не будем. Но коль мы остановились на Азербайджане, вот я тебе рассказал всякие разные истории, которые приключались с другими тревел-блогерами. Ну, так что я так понял, конечно, ты расстроишься, но не особо. Ну, к счастью, есть еще около двухсот стран, в которых я не буду. Да. В ней есть чем заняться. Да. Хорошо, какие у тебя планы на ближайшие, может быть, полгода до конца этого года? Ну, планы, на самом деле, у меня вот они вообще никак не поменялись. Я также буду продолжать путешествовать, делать видеоролики. Чем больше, сколько могу, столько буду делать. Я и так, получается, как бы 24 на 7 либо снимаю, либо монтирую. И вот у меня такой вот уже полтора года бесперерывный процесс. Ну, собственно, так вот я собираюсь продолжать. Буду ехать в открытые страны, показывать все самое интересное, показывать, как живут люди, показывать, как выглядят пейзажи. Как-то так. Хорошо, Сергей, я знаю, что вот у тебя вышли первые две серии о Барцахе. Или еще грядут какие-то выпуски? Да, да, будут еще выпуски про Арцах. Они никак не будут затрагивать ни одну сторону, ни другую. Все правильно. Просто будут... Ну, грубо говоря, эти видео можно было снять и в другом месте. Просто с такой природой нельзя было, допустим, не сходить в поход, не поохотиться на шакалов, не половить крабов в реке. Вот, такое вот походное видео будет. Ну, и видео про еду, про домашнюю. Хорошо, Сергей, я хочу вот сейчас обратиться ко всем нашим зрителям. Вы можете посетить канал Сергея Васильева. Он, по-моему, так и называется у тебя канал Сергея Васильева. Да, можете посетить, подписаться на его канал. И можете оказывать посильную помощь, потому что человек путешествует, можно сказать, с пустыми карманами, с одним рюкзаком. Вот. И я думаю, вы не лишитесь больших денег, если кто-то из вас там, ну, рублей 100-200 забросит. Как бы и вам ничего, и Сергею приятно. Ну, вроде бы как-то так. А ссылочка вот сейчас будет на вашем экране, как перейти и, значит, подписаться на канал Сергея Васильева. Спасибо большое, Сергей. Мы тебя услышали. Во всяком случае, как бы узнали все из первых рук, потому что в азербайджанских СМИ, как я уже говорил, муссировались случаи, как ты туда попал, кто тебе разрешил. Ну, ты сейчас развеял все, попал ты туда законно с помощью миротворцев России, которых привел туда, опять же, рукой, своей рукой президент Азербайджана Ильхам Алиев. Он подписал, они там, и они же тебя впустили. Так что все по закону, все прекрасно. Спасибо, Сергей.